Добрый вечер, Славутич, сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Шурыгина, она наш постоянный консультант, особенно сейчас это сложно, это и ковид, это и разные заболевания, но основная тема сегодняшнего разговора это все-таки ковид. Но начнем мы, пожалуй, с двух вопросов, на которые подходят в новости медицины. Насколько я знаю, у нас появился новый аппарат ШВЛ и, кроме того, на работе появился еще один новый врач. Мы получили вчера аппарат штучного вентиляции легенев, который уже подключен и працюет в реанимационном отделении. Это сучасный аппарат экспертного класса, там есть дополнительные опции этого аппарата, он сегодня нам нужен. То есть он добавляет уровень кисню, так же СО2 в организме человека и уложит кисень. То есть это очень важная функция, которая в этом аппарате есть. Это более современная, чем... Да, сучасный, да. То есть он сучасный, да. И, как сказали мне лекарь, мы даже на этом аппарате можем визначити какую-то кисню, которую, например, нам подает киевская компания. У нашей цистерне, которая у нас есть, потому что там есть какие-то свои соответствующие, мабуть, моменты в лекарне. Но это действительно очень важный для нас момент. И также, да, есть приятные номера стосовно працевлаштирования нового лекаря, лекаря-инфекциониста. Это молодой лекарь, славотичанин, который год назад закончил интернатуру по специализации инфекциониста. То есть на сегодняшний день он будет включен в пакет до НСЗУ на надание цієї медической послуги и будет действовать лекарь в остео-респираторной хворобой COVID для наших пациентов, то есть славотичан. Цей лекарь, он будет включен в бригаду, то есть у нас сформировано 4 бригады, и он будет включен в бригаду, как и терапевты, педиатры, анестезиологи, и працювать, то есть надавать медичную послугу. Ну и далее достаточно сложный вопрос. Насколько я знаю, у нас несколько врачей, трое, по-моему, получили новую лицензию как предпринимателя, как ФОПы, и теперь они будут работать самостоятельно. И, насколько я понял, даже адрес у них изменится славянка БПО. Я понимаю, что врачам это выгодно, а вот насколько это выгодно славотичанам. Медичная реформа продолжается, и за наказом Министерства охорони здоровья лікарі, которые надают первинную медичную помощь, они могут работать как в коммунальных некомерсийных предприятиях, так и сделать свою медичную практику, как лікарь, физичная особа, предприниматель. Три лікаря нашего медичного закладу приняли таке решение. Это семейный лікарь Филатов Мороз и лікарь-педіатр Слюсар Галина Володимировна. Это их решение, оно уважено их решение. И, мабуть, я так реально понимаю, что люди отримали певный досвід работы в Север-Ланце и, соответственно, до этого финансирования, которое сегодня происходит в медицине. И они приняли это решение. Что важно для пациентов? Не нужно филюваться. Залишится все, как и было. Медичную допомогу они отримают от своего лікаря. Единственное, что возникнет, это про предписание декларации. Это будет, соответственно, на плечах лікаря, потому что он будет выполнять это предписание. Единственное, что пациенту надо на это дать сгоду. Может, пациент скажет, я хочу до другого лікаря. Ну, это же, как бы, уже вирішивайте самому пациенту. И лікарям, соответственно, придется звольница из КПП нашей лікарни. И основная их работа будет за их место в ліцензии. Это БПО «Словянка», Белоградский квартал, будинок 3, Товариство «Славмит». Единственное, что очень много вопросов задают о лекаре Филатова. Так как лекарь Филатов у нас надает диагностичную медичную допомогу, это эндоскопия. Лекарь, он эндоскопист. У меня была разговора с лекарем Филатовым Александром Володимировичем. И я реально понимаю, что он остается в нашей лекаре и будет надавать эту услугу. На каких условиях? То есть это могут быть договорные условия, або же совместительство. То есть это вопрос, судебно-техническое. Хорошо. А это не может быть началом такого обвала, что все врачи перейдут в первичную медицину на ФОПы? Я обязан задавать провокационные вопросы, потому что такие мысли появляются у славучан. А для чего мы тогда поднимали медицину, если они все сейчас уйдут в ФОПы и... Два года назад, когда началось реформирование первичной медициной допомоги, то действительно, что мы делаем, какие мы делаем действия. И тогда у нас была разговора, и мы реально понимали, что такой час настанет. Но единственное, на тот момент лекарь были не готовы. Я особо разговаривала тогда с морозом, с дроздом, они были не готовы, они боялись этого. И, мабуть, прикладом для этого есть ФОП Грушецкая, Светлана Ивановна. То есть, она выполняет свою функцию, качественно, добросовестно. И, соответственно, есть определенные трудности, сложности. То есть, на первом этапе были проблемы с лекарнянами, с лекарским свидетельством про смерть. Но эти вопросы на законодательном уровне прошло время, но мы решили. То есть, это законодательное для лекарей, которые хотят работать как физические особи-предприниматели, оно выполнено. И лекарь приняли такое решение. То есть, единственное, что я хотела бы, чтобы наша медичная деятельность и сфера послуги была как-то скомпонована. Вся поряд. Хотя у нас не великое местечко, но я реально понимаю, что людям, мабуть, не очень будет удобно. Диагностику виконувати, например, в нашем КНП, або в то же самое дилу, звертатися, або в Чорнобирск лабораторный центр. Будут какие-то певные такие, чтобы все было поряд. Но я думаю, час пройде и вы решим. Ти лекарей, которые остаются надавать первенную медицину допомогу в складе КНП, они будут працювать дальше. Единственное, что если стадет вопрос до оплаты коммунальных услуг, так как это планировалось, что с 2021 года эта функция будет надана уже самому медициному закладу. То есть это вопрос будет потом на расследовании. Как? Чи остаются они в этом помещении? Мы же все-таки их переведем в наш главный корпус. Это вопрос 2021 года, скажем так. Вы знаете, к нам иногда звонят, мы встречаемся в городе с некоторыми людьми, которые жалуются, что вроде бы как у них все признаки ковида и кашель, и высокая температура, а тем не менее, ПЦР-диагностику им врачи не назначают. По какой причине? Как им это объяснить? В связи с той эпидемической ситуацией, которая сегодня складывается в стране, была снова переглянута законодательная база. До основного закону Украины про инфекционное зафорювание, про надание медической помощи при COVID-19 были внесены изменения. В этих изменениях передбачено, что полимеразную реакцию, биологический материал, берется у пациента за призначением его лікуючего лікаря. Тобто, и, соответственно, до клинических проявов и тяжкости зафорювания пациента. Тому, если это легкая форма зафорювания, она нанесет загрозу життю для пациента, лікарь вправе решить вопрос, чтобы призначити лікувание амбулаторно пациенту, пока без теста. Если состояние здоровья человека погибло, симптоматика стає более тяжкою, тогда, соответственно, лікарь принимает решение до лабораторного обследования. Поэтому не нужно паниковать. И, например, если какая-то легкая форма зафорювания, все, у меня COVID-19, берите мне тест, и как бы все. Лікарь визначит сам. И я думаю, что ни один лікарь нашего города не відмовит пациенту, когда реально зрозуміло, что у человека развивается тяжкая форма зафорювания, и ему будет відмовлено. Нет. Поэтому так же вопрос, например, люди задают стосовно контактных. Чому, например, контактный, я точно знаю, что эта человек контактный, а у меня не взяли тест, и так далее. Это тоже вопрос самодисциплины, по-перше. И, по-друге, мы реально понимаем, что много людей не хочет говорить о своих знакомых. Ну, чомусь так вважают, потому что там работа какие-то. Это действительно очень неправильно. Дуже неправильно. И так же семейного лікаря тоже надо понимать в том смысле, кто таки контактный. Это визначено в наказе Министерства охорони здоровья. Контактная особа – это та особа, яка спілкувалася с форем напротив 15 хвилин без засобов индивидуального захисту. И там еще, по-моему, 15-15 хвилин. Да, 15 хвилин на відстані півменше півтора метра. Тобто, оце контактная особа. Тому що є запитання. Ось, наприклад, людина захворіла, ми з нею, значить, спілкувалися там десь на роботі, в коридорі, там пройшлись, там. Тобто, чому я не контактный? Тобто, ні, є визначені чіткі критерії. То есть, фактически, это член семьи, скорее всего. Да, это близкие люди, да, люди, які, наприклад, дійсно в кабинеті працюють, да, тому що, ну, дійсно, ті люди, які працюють в кабинеті, дуже тяжко. Цілий день будь в масті, знімаємо там, попить каву, чай, тобто, ну, таке чисто спілкування, да. Эти выходные будут не совсем простые, как бы необычные, начинается карантин выходного дня. А как вы к ним относитесь? За ругуванням тоєї епідемічної ситуації і тих заходів, які зараз приймає наша держава, то цей карантин, він є доречним. Тобто, ми зможемо знизити рівень розповсюдження з якийсь певний проміжок часу серед мешканців. Мешканців, так. Але, дійсно, тут, як би, ця сторона питання, скажімо так, вирішується, то інша сторона питання, так би, як у людей з'являється. Тобто, треба переглянути свій спосіб життя в робочі дні. Тому що, я знаю, що дуже багато славотичан, так, тобто, на вихідний день залишають якусь свої домашні справи, там відвідування того чи іншого місця, щоб там піти на базар, купити якісь речі, або ж сходити до того ж кафе, або кудись там іще поїхати на якийсь відпочинок. Тому придеться це питання переглянути і, відповідно, спланувати свій день в робочі дні так, щоб ви могли встигнути зробити там якісь покупки, може кому потрібно який одяг купити. Ну, і також сьогодні всі користуються інтернетом. Тобто, да, я знаю дуже багато моїх знайомих і особисто сьогодні замовляєш речі через інтернет. Ну, такий час настав, так. Тобто, ну, я до чого, що людям потрібно буде переглянути свій спосіб життя. Але єдина мета цього заходу карантину вихідного дня для того, щоб в цей час зменшити це розповсюдження. Ну, побачимо. Тобто, за ці дві неділі, якщо, знову ж таки, ми сьогодні бачимо, що рівень з кожним день зафорювання в країні збільшується і збільшується. І за вчорашнім брифінгом Максима Степанова, тобто, до 1 грудня передбачається 15 тисяч людей. Тобто, це дуже велика цифра. І наша система охорони здоров'я буде, знову ж таки, викликом великим. Дуже великим викликом. Тому, якщо, наприклад, станеться так, що рівень залишиться на тому же рівні, або стане менше, то дійсно, тоді, мабуть, в цьому є сенс. Я розумію, зараз сложний період. В Україні постійно росте кількість заболівших ковідом. Славутіч теж йде на определені рекорди, іноді по 20-30 людей за тиждень. Внову заболівши. Ваші пожелання, Славутчан? Так. За вчорашним днем було взято 108 тестів полімеразної реакції. Тобто, захворіло 9 людей на пневмонії, як дітей, так і дорослих. 61 людина звернулася до лікаря і отримали довідку стосовно гостореспіраторної вірусного захворювання. Тобто, і така статистика майже кожного дня. Дійсно, ситуація, епідемічна ситуація в місті чашка, скажімо так. Тому у мене єдине побажання до людей, перш за все, самодисципліна. Перш за все. Потім реально віднестися до тої ситуації, яка сьогодні склалась. Не панікувати. Зберігати соціальну дистанцію. Маски обов'язково. Якщо ви, наприклад, знаєте, що ви будете десь там, де буде багато людей, тобто обов'язково дезінфікуючі засоби, і рукавички, і дистанція. Ну і також бережіть себе. Дуже уважно відноситись до свого стану здоров'я. Просто дуже уважно. І держіть зв'язок з своїм сімейним лікарем. Хто не підписав декларацію, будь ласка, підпишіть декларацію. Лікарі є. У нас сьогодні первинну медичну допомогу надає 16 лікарів. Підписано 19 тисяч декларацій. Тобто, да. Тобто, місця у лікарів є. І ще норми свої вони, як би, витримують. Тобто, будь ласка, хто не підписав, підпишіть декларацію. Ну і всім здоров'я і гарного настрою. Дякую, Наталья Николаївна. Напомню, що у нас в гостях сьогодні був руководитель отдела охраны здоров'я Наталья Николаївна Шургина. І абсолютно свежі свідіня на п'ятницю 13 ноября і із нашій больниці. Всього заболіло ковідом в Славутичі за час карантину 528 чоловік. Зараз болею 339. Приведено ПЛР-тестів 1126. Нових случаів зараження 65.